Ноябрь в средней полосе России – особенный месяц. Уже не осень, но еще и не зима. То снег, то дождь, а то оттепель. Кажется, что все уже сделано. Растения обрезали, мусор собрали, теплолюбивые укрыли. Что еще? А вот есть еще дела, о которых мы просто забываем. Многие считают, что садовые деревья нужно белить весной. С детства помню, как после весенних субботников все деревья в Москве приобретали белоснежный наряд. Но белить-то важнее осенью. Если пренебрегать этим несложным мероприятием, то можно получить очень серьезные проблемы. Мы узнаем о таких понятиях, как морозобоины и солнечные ожоги, тогда, когда уже бывает слишком поздно. В конце зимы, когда начинаются большие колебания между дневной и ночной температурой, темная кора сильно нагревается днем на солнце, а ночью от сильного холода не выдерживает и лопается. И продолжается это многократно, каждый день. Вода от подтаявшего на солнце снега попадает в эту щель днем, а ночью превращается в лед, отслаивает кору миллиметр за миллиметром. А когда начинается уже настоящая весна, мы с ужасом замечаем, что кора-то у дерева отошла. Если проигнорировать и этим сигналом, то очень скоро получим погибшее дерево. Но лучше вовремя побелить и спать спокойно. Но есть в саду и другие незавершенные дела. Вот увидели лишайник, нужно его очистить. Это несложно, только щетка должна быть не слишком жесткой, чтобы не сделать раны на коре. Чистим не только лишайники, но и все, что отслаивается, расстелив под деревом кольенку, чтобы потом собрать и сжечь весь мусор. И вот только после этого белим. А вот смотрите, какое богатство осенние листья. Их можно собрать и утеплить ими посадки, особенно молодые растения. Листья имеют осенью жесткую структуру и сохраняются плотными. Прошел дождь или снег, они намокли. А ветерок и легкий мороз просушили их. И они снова как новенькие. И только к весне слеживаются под снегом и теряют свое свойство утеплять. Но листья используем, конечно, только здоровые. Весной мы их уберем в компост. Прольем и землю, и компост фитоспорином. И никакие вспышки болезней, которых некоторые боятся, нам не страшны. Листьями хорошо утеплять растения, которые остаются зимовать в кашпу. Делаем ограждение из пленки или лутросила и закидываем этот объем листьями. К этому времени, как правило, все растения уже обрезаны. Остались только розы и хоризонтемы. Розы мы укрываем самыми последними, чтобы возвратные оттепели не погубили их под укрытием. Вот видите, они и даже после морозов еще цветут. И хоризонтемам первые заморозки не вредят. Они способны цвести до серьезных морозов. Обрезанные хоризонтемы укладываем прямо на место, где они растут. Другого утепления морозостойким сортам и не требуется. После того, как первый снег выпал, повнимательнее присмотримся к новым посадкам ягодных кустарников. Ведь иногда снег выпадает так рано, что они не успевают еще сбросить листья. А это может привести к большим неприятностям. Смотрите, как ветки прижало к земле. Когда снега будет много, он просто сломает молодые веточки. Приходится проводить спасательные работы. Обязательно оборвите все листья. Можно делать это самим, а можно привлечь своих маленьких помощников. Обрезку кустарников и тем более деревьев в это время не проводим. Растения спят и не способны вырабатывать клетки для рубцевания ран. Сильные морозы, последующие за обрезкой, могут повредить и обнаженную ткань среза, и кору. Так что все, что не успели обрезать из плодовых деревьев, оставьте на весну. Если все дела в саду уже сделаны, то отправляемся... Да нет, не домой, а в теплицу. Там еще тепло, и можно что-то поделать. Подросла горчица, ее можно слегка перекопать землей. Не делайте это глубоко. Очень легкими движениями просто перемешаем с верхним слоем земли. С этим может справиться даже ребенок. Если в теплице остались зимовать растения, то их нужно утеплить. Вот у меня посажены несколько кустиков ремонтантной клубники. Они остаются без слоя снега на зиму. Значит, нужно укрыть их хотя бы несколькими слоями картона. Я так уже делала не один раз. И весной клубника, проснувшись очень рано, дает свои первые ягоды на месяц раньше. Самые ранние клубники на улице, в грядках. В ноябре самый раз сделать подзимный посев. Это нужно делать позднее, ведь при раннем посеве быстрорастущих культур могут появиться росточки, и тогда морозы их просто погубят. Поэтому посев подзиму проводят уже тогда, когда земля немного прихвачена морозом. А вот грядку нужно подготовить заранее. Нарезать бороздки. И пока земля не замерзла, накрыть пленкой от снега. В назначенный день укрытие снимаем, производим посев, а вот присыпаем теплой землей, которую заранее запасли и хранили дома или в теплице. Иначе не получится. Если не успели помыть теплицу, то еще есть возможность. Не перекладывайте дела, которые можно сделать осенью на весну, так как весной точно времени на все не хватит. Ну а если осень затянулась, и земля долго остается не замерзшей, то можно побороться с сорняками, подготовить землю под весенние посадки, переписать, что где посажено, если растений уже слишком много и нужно начинать вести полевые записи. Наметьте, какие преобразования планируете сделать на участке в следующем сезоне, чтобы без суеты запастись всем необходимым. Ведь в зимнее время можно не только выбрать все не спеша, но и воспользоваться зимними скидками на садовые и строительные товары, чтобы покупки не были спонтанными, увидел скидку и купил, а были тщательно спланированными. Вот, например, материал на свои высокие грядки я покупала зимой в два раза дешевле, чем он обошелся бы мне весной или летом. По сниженным ценам можно купить и землю для рассады, и многое другое. С ноября начинают принимать заказы на растения коллекционеры. Все самое интересное можно найти у них, если оказаться в первых рядах. И интернет-магазины начинают прием предварительных заказов на весну со скидками. Вот так, казалось бы, сезон закрыт, но это нам только кажется. У увлеченных садоводов, цветоводов и огородников отпуска не бывает. Удачного вам завершения сезона! Всего доброго! С вами был канал Вероника Поливкина. До новых встреч!